здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня вяжем вот такую вот шапочку с косой с пуговичками и с помпоном всем кому интересно оставайтесь со мной начнем с материала и спиц ниточки у меня вот такие вот 100 граммах 147 метров 2 пары спиц у меня 1 я вязала вот эти тот же я вязала резиночку три с половиной миллиметра и четыре с половиной миллиметра вот они это на основное вязание так эти я уже отла откладываю потому что я уже связала резиночку значит листок вот здесь вот будет лежать для вас чтобы было понятно 93 петли я набирала вот они 93 петли изначально здесь у меня 7 петель платочной вязки и здесь 7 петель платочной вязки 77 петель здесь между ними резинки и по одной кромочной это у нас 93 петли провязала я сейчас прям по счету раз два три 4 9 рядов всего провязана у меня резиночкой и далее я перешла на основной узор основной узор вот смотрите я его расписала 7 петель плюс 1 кромочная у нас по обеим сторонам остается вот эти платочная это вязочка и все все остальные вот эти 77 петель мы разбиваем на вот такой такие вот сектора 1 2 3 4 5 по 9 петель это наша будущая коса между ними 4 по 3 петли и между этими лицевыми по две петли изнаночной вот здесь вот схеме у меня 2 5 где изнаночные воды роз розовом отмечено нарисовано и вот такой вот как бы большой штришок между ними 3 петли и 9 петель то есть по этой схемке распределите петелечки далее показываю так будем вязать косу провязала я 6 рядов и сейчас в седьмом ряду буду вязать делать переброс косы вот платочной вязкой 7 петель далее 2 изнаночные и теперь наша коса берем вспомогательную спицу и снимаем 3 петли на вспомогательную спицу оставляем за вязанием вяжем 3 петли с основной спицы 1 2 3 и далее провязываем со вспомогательной спицы 2 3 и провязываем оставшиеся 3 петли далее вяжем по узору до следующей косы и делаем перепрос точно так же как на этом продолжаем до конца ряда далее вяжем по узору 5 рядов провязала я еще пять рядов после вот этого нашего переброса и делаем теперь следующий как бы переброс так тогда за доказ теперь мы вяжем первые три петли просто провязываем следующие три петли снимаем на вспомогательную спицу оставляем перед вязанием провязываем последние три петли и средние три петли и так проделаем со всеми косами далее пять рядов по узору снова и опять вот этот переброс и чередуем перебросы в шахматном порядке так смотрите провязала я один два три четыре пять шесть раппорта и сейчас будем делать убавление вот так вот это выглядит высоту сейчас измеряем высоту у нас 22 сантиметра и сейчас будем делать убавление первый ряд планку пока оставляю без изменений изнаночные петли убавление будем делать в косе в начале и в конце по две петли буду провязывать две петли 1 2 3 4 5 петель между ними и еще две петли вот так вот две петли в косе я убавила изнаночные пока не трогаю там где три лицевые провязываю 2 вместе и лицевые и так до конца ряда изнаночный ряд без изменений следующий ряд делаем вяжем таким образом лицевые снова планку провязываем без изменений изнаночные без изменений в косе снова убавляем в начале и в конце косы между убавлениями у нас три петли и снова две вместе видите коса у нас уходит убавляется и там где у нас вот это вот полоса мы тоже убавляем провязываем две вместе и так до конца ряда изнаночный ряд без изменений следующий лицевой ряд вяжем таким вот образом по 2 вместе провязываем у нас нашу планку 2 вместе 2 вместе 2 вместе последнюю пока не трогаем 4 петли у нас планки изнаночные без изменений косу снова 2 вместе лицевая здесь вот можно 2 вместе изнаночные и здесь лицевая без изменения то есть убавление у нас в косе и в планке так до конца ряда в конце ряда в планке снова 1 лицевая и 3 раза по 2 вместе 1 2 3 и изнаночная последняя далее убавления у нас будут в изнаночном ряду следующий так кромочную снимаем 2 вместе в планке и еще раз 2 вместе 2 вместе и 2 вместе далее здесь у нас пол полосы по 2 лицевых петель их мы провязываем вместе 2 вместе изнаночная 2 вместе 3 изнаночных это наша коса в планке снова делаем убавления и последний наш ряд уже у нас осталось смотрите сколько у нас мало петель осталось последний ряд с убавлениями и будем заканчивать в планке у нас две петли осталось их мы провязываем вместе с вот этой изнаночной петлей то есть 3 вместе далее 3 петли косые вместе то есть все по 3 и далее у нас видно здесь вот по сути даже и не важно по 3 вместе берем и провязываем до конца ряда так теперь смотрите девчу ли вот что у меня осталось с нитками это все что осталось из 100 граммов вот она то есть не так у меня ушло 100 грамм всего это если без помпона помпон я буду добавлять вот этот пришивать и пуговички такие у меня пуговички я пришью далее как собираем мы все оставшиеся вот я можно помпон сделать не меховый а обычный как в источнике ну раз уж я заказала эти помпон и целую кучу то я буду из него делать я буду их пришивать мне просто нужно их хоть куда-то использовать а вы можете конечно видите как придется покупать больше не так если у вас есть больше не так отлично без проблем сделайте помпончик вот переоделая на крючок захватывая ниточку протягивая и завязываю теперь нам нужно вот эту планку решить я ее буду пришивать изнаночный здесь у меня будет она свободна я выворачиваю шапку на изнаночную сторону и пришью вот иголочкой к этой как бы стороне смотрите вот по этой полосе я пришью эту планку зафиксирую спрячу этот кончик вот так вот пришью до конца вот так вот вот я уже вывернула пришила будете вот так вот выглядит эта планочка теперь я пришлю сюда пуговички просто вот и прищу помпон и покажу вам результат так моя шапка готова почему-то я решила что мне три пуговицы хватит мне нравится вот так вот поэтому вы хотите сколько захотите столько и пришейте девчонки это ваше дело что-то я не хочу мне показалось четвертое лишнее здесь вот показалось на лябисто вот сейчас мадам своего вот девчонки такая вот шапка помпон помпон вы можете естественно сделать из ниток это уже как вы захотите вот все на этом все девчонки вяжите носите с вами была Вика и школа рокодель я с вами прощаюсь всем пока пока и